Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России вернулись на территорию Украины после успешного выполнения задания. В среду они созвали пресс-конференцию, где в частности развенчали мифы российской пропаганды. Последняя заявляла о якобы безуспешной вылазке, что привела к большому количеству погибших российских партизан-добровольцев, а также об уничтоженной технике. РДК и Легион заявили, что в результате прорыва границы погибло два человека, а еще 10 получили ранения. На месте и техника, а вот у армии РФ техники уменьшилась. Оценили в РДК и Легионе также и боеспособность захватчиков на своей территории. Реакция была абсолютно неадекватная. Прошло несколько часов, пока начало появляться какое-то организованное сопротивление. Если бы мы ставили более глубокую цель операции, в данном случае, мы бы могли дойти и до Белгорода. У нас не было такой задачи. Естественно, что они стреляют, но они не столько по нам попадают, сколько они попадают по домам мирных жителей, понимаете, разрушая уже свою собственную территорию и показывая, в принципе, что Кремлю все равно кого убивать, украинцев или русских. Нет хороших новостей не только для Путина, но и для картофельного фюрера Лукашенко. Бывший командующий сугопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшибчак считает, что перспектива вооруженного восстания в Беларуси вполне реальна. Такое мнение он высказал в эфире польского телеканала. По его словам, в случае успеха украинского контрнаступления белорусские добровольцы, которые воюют на стороне ВСУ, могут начать свержение режима самопровозглашенного президента. Генерал также считает, что в этом случае белорусский народ поддержит добровольцев. При этом РФ не поможет Лукашенко, ведь у нее будут свои проблемы. Окупанты уничтожают все на своем пути. Гордятся, что забирают жизни людей и разрушают дома. Только в одном Мариуполе российские военные уничтожили больше 1300 домов. Об этом сообщили в Мариупольской городской ради. По их словам, захватчики там убили десятки тысяч мирных жителей. Также опубликовали и видео разрушенных кварталов. Мариуполь не единственный город, который разрушили оккупанты. Таких населенных пунктов в Украине уже очень много. Среди них и когда-то процветающий Бахмут. Ранее оккупанты заявили, что город они полностью захватили. Но по словам заместителя министра обороны Анны Малер, это не так. Украинские защитники продолжают контролировать в Бахмуте часть района самолет. Союзники со своей стороны продолжают помогать Украине с вооружением. Посол Украины в Германии Алексей Макеев анонсировал новые танки для ВСУ. В своем твиттере дипломат написал, цитата, 110 леопардов уже скоро. Конец цитаты. К своему посту он также добавил фото на фоне одного из танков и видео из ремонтного цеха.